Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Как вы уже анонсировали, сейчас у нас на прямой связи председателя Совета Гриндекса и бывший президент Федерации Хоккея Латвии Киров Липман. Добрый день. Здравствуйте. Да, я почему напомнил, что вы возглавляли долгие годы очень успешную Федерацию Хоккея, поскольку, ну, внимание болельщиков, естественно, скоро будет приковано к Олимпийским играм в Пекине. Мы обязательно поговорим о Гриндексе, о развитии, о том скандале, который случился. Ну, буквально несколько слов. Все-таки, поскольку вы человек не чуждый хоккейю, и все, конечно, будут болеть за сборную Латвии по хоккейу, на следующий день начнутся сборы. Что вы прогнозируете? Потому что есть две версии. Многие считают, что то, что не будет на Олимпиаде хоккеистов из НХЛ, это даже может пойти сборной Латвии на пользу, поскольку у нас... Да, не так много НХЛовцев, как, не знаю, у Швеции или у России. Да, это правильно ваше мнение, поскольку действительно отсутствие НХЛовских игроков позволит, особенно такие страны, как Словакия, в частности, с которыми мы должны под группой играть. У них, большинство, у них 17 человек было задумано изначально пригласить из НХЛ. Представляете, 17 человек, это почти целая команда. Они их не получат. То есть, в этом плане... То есть, силы будут более-менее так относительно равны? Конечно, конечно, конечно. Будет чисто максимум европейский хоккея. Но мы знаем, какой уровень сейчас хоккея в России. Он желательно будет лучшим, конечно. Так что можно побороться с любой командой. То есть, в принципе, у нас есть шанс выйти из-под группы? Да, конечно. Ну, чемпионами стать. Хотя, видите, немцы в прошлый раз в чемпионате мира в финале играли с Россией. А мы немцам никогда не проигрывали. Мы проиграли немцам в отборочном турнире. Я буду откровенен. Мне не страшно, я человек независимый. Это сделал Далбович. Ему было дано указание, такими как Козелсам, что надо проиграть эту встречу. Чтобы было основание Липмана снять. Потому что у меня У-18 на тот период, У-20, национальные сбороны, все были в группе А. И у них не было причины. А как раз во время конференции этого съезда, который проводил в Латвийской хоккейной федерации, был отборочный турнир. И мы были впереди. У нас осталась одна игра с Германией. И поэтому было дано указание. Далбович сделать все, что мы проиграли. Что он и сделал. За три минуты результат был 2-1 в пользу Латвии. Он специально нарушил, значит, для того, чтобы его сняли с поля. Немцы играли в большинстве. И, конечно, разлад уже в команде начался. И поэтому мы не попали. Могли пятый раз попасть на Олимпийские игры. Конечно, это очень больно, что спортсмены, это, конечно, меньшинство их, вот так себя ведут. Какой же это патриотизм своей страны? Какая это любовь к своей стране? Если за каких-то там пару рублей предают команду. Ну, я думаю, что это он, конечно, не подтвердит. Но это может быть другой вопрос. Вот что касается, наверное, еще, чтобы успеть обсудить все темы. Вот если мы говорим о ситуации вокруг Гриндекса, есть две новости. Одна, наверное, хорошая, как классическая, одна плохая. Хорошая, я так понимаю, что несмотря на всю пандемию у вас растет и оборот, и объем экспорта, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, это решение Верховного суда, который подтвердил решение предыдущей инстанции, где вам нужно заплатить 1,9 миллионов, и вы уже заявили публично, что будете обращаться европейские судебные инстанции. Может быть, несколько слов об этом? Да, я с удовольствием это скажу. Я поражен. Это не первый случай. Логинов возглавляет сейчас... Агентство приватизации. Процессор, да. Да. И первый раз у меня была с ним встреча, тогда, когда я искренне хотел второй раз поднять металлург, потому что опять начал падать металлург. Опять искали, значит, инвестора, и мне было очень обидно, потому что я металлург поднял на очень высокий уровень, и за что я получил орден Ленина. Фу, Ленина, извините. Орден трех звезд. Да. Получил за то, что никто не верил, что металлург можно поднять. Никто. Я когда пришел к премьер-министру и сказал, что у меня есть желание проверить себя и поднять металлург, мне было сказано, ты что, с ума сошел? Там немцы были, австрийцы были, ирландцы были. Все в один голос заявили, что металлург поднять невозможно. Я говорю, ну дай мне полгода, я попробую. Я поднял. Никто не верил, что металлург можно поднять. И вот когда я второй раз, потому что я из Лепаи, мои предки, лепачане, мне больно было. Я все-таки работали 2000 человек, рабочих было на металлурге. И я решил второй раз пойти опять поднимать. Но Логинов, нет, 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 нет. Мы уже договорились, там хорошая компания, украинская, да, воры, металлург, они никогда не работали в производстве. И вот вам Логинов. И вот такие люди живут, такие люди живут. Я поражаюсь. Это какой может быть патриот Латвии? Это вообще... А Латвия должна была жить 10 раз лучше, чем Швейцария. 10 раз лучше. Почему? Потому что он имеет 3 порта, причем один незамерзающий, Леповский порт. Как могли отдать физическим лицам порты? Это вообще что-то невозможное. У нас лес есть. У нас надо было сохранить хотя бы 50% промышленность. Мы в советское время на третьем месте были после Москвы и Ленинграда по промышленности. Мы впервые... У нас Альфа была построена, завод, который делал печатные платы. Еще никто не делал печатные платы в Советском Союзе. Это было новшество. Печатные платы для компьютеров. И вообще у нас были очень большие и огромные возможности. Огромные возможности. Но вот такое правительство. Я считаю, что за все 30 лет так называемые они считают независимость. Мы считаем. Независимость Латвии. Какая независимая? До сих пор зависимая. Ни разу не было профессионального правительства. Я не говорю отдельные министры. Конечно, были и хорошие люди, министры. Но в целом правительство было дилетантское. Недееспособное. Совершенно. Что оно и сейчас доказывает. В настоящее время. Вот если мы говорим про настоящее время. Электричество. Какое имеет основание поднимать цены на электричество? В советское время было в 10 раз больше промышленности. И всем хватало электричества. Почему? Потому что у нас Далгова, река. Мы в любое время можем построить подстанцию. Не такая большая по срочности изготовление. Не такая сложная. В Центральной Европе нет такой возможности. Там делают вертушки. А вертушки в два раза дороже. Как вы сами знаете. Нам я вообще поражен был, что разрешили делать вертушки под лепой. Якобы под металлур. Это глупость была настоящая. Что может быть глупее этого? Ну, вот вам правило правительство. Вот вам правительство. И я не вижу в ближайшее будущее, если это правительство еще будет. Я не верю, что у него второй срок попадут. Но если, не дай бог, то будет то же самое. А насчет меня, насчет этого, значит, попытки взятия у меня миллион девятьсот тысяч, это преступление. За это надо в тюрьму сажать. Дело в том, что у меня 5 мая 9-го года Филипп написал письмо. Филипп это ваш сын, да? Чтобы было понятно. Филипп Липман ваш сын, да? Чтобы было понятно. Да, совершенно верно. Был написан официальное письмо, значит, чтобы дали ему совет, иметь ли он право купить акции Гриндексом. На что был дан ответ? Вы не являетесь членом семьи, у вас своя семья. Вот я вам показываю образец вот этого письма, который подписал, в то время начальник Пуктука подписал это письмо. представьте себе в 9-м году, в 9-м, что, значит, он не является членом семьи. Ну, вот, подписал, значит, Крумэн. Она была тогда директором. И там даже написано, что это имеет, значит, не может быть обжаловано это письмо. И что ему дано разрешение, у него своя семья, свои дети, и он не несет никакой ответственности. Что делает Пуктук? Он берет по указанию Логинова снижение акции стоимость держевой цены. Это же вообще преступление высшей степени. Это тюрьма. Какое имеет право снижать акции предприятий, которые успешно работают, выполняют, значит, планы. Я уже работал тогда и выполнял планы. Я понимаю, банкротирующие предприятия, ладно, надо как-то что-то хоть достать из этого предприятия. А тут действующие предприятия почти в два раза уменьшают стоимость акций. Причем категорически в форме запрещают мне покупать по этой дешевой цене акций. А наверняка, это я даю гарантию на 120%, эти акции были проданы родным, близким, друзьям, чтобы они знали, что они заработают, что акции поднимутся при обязательном выкупе 10 раз наверх, и они заработают все. Вот для чего это было сделано. Но это вредительство, это неправильно. Уже неправильно, что снижают цену на бирже. не имели права при работе завода Гриндекса. И плюс еще я же платил все равно дивиденды им до сих пор, до прошлого года, и в этом году еще заплачу дивиденды. Как можно такое отношение ко мне? Это вообще наглость высшей степени. Я не знаю, и такие люди ходят по стране. Вот за какие-то копейки, да на их там под следствием проверяют 10 раз, везде пишут. А люди, которые действительно в Латвии, пусть еще покажут, сколько Литман сделал для Латвии. Один завод поднял, обеспечивал рабочим. Я же только не знал, что там бандиты на Металлурге. Я же не знал, что в лепые банда, которые почему я ушел из Металлурга, они требовали, чтобы я не показывал прибыль, чтобы мне надо было платить налоги. Я был категорически против. Я сказал, я на это дело не пойду. Они тогда угрожали, что они меня убьют. Я ушел из Металлурга, пришел на Гриндекс. Было 10 миллионов оборотов, но в Латвии это 14 миллионов евро. За прошлый год я отчитываюсь 230 миллионов. Заграничные профессионалы удивляются, звонят мне из фармацевты. Как я мог так добиться, такого роста? А как, кстати говоря? Вы понимаете, надо знать производство. Я вышел, производство прошел через все ступени, начиная с 15 лет. Я пришел учеником слесаря. Не такая сладкая жизнь была у меня. Но у меня было всегда желание учиться. Я кончил техникум, я кончил институт, я защищал диссертацию. В Ленинграде я учился на экономиста. И производство я прошел все стадии, начиная от мастера. Я 18 лет стал мастером. Кончил техникум, меня поставили мастером. Я боялся, думал, как меня примут? Мне 18 лет, а там же пожилые работники. я добился, что они не знали, что со мной делать. Они все время хвалили, всем говорили, у нас такой мастер, это редкость. Такого мастера все соображают, все понимают. 18 лет я стал мастером. Я прошел путь старшего мастера, начальника цеха, начальника учительного центра базового учреждения в Москве Министерства промышленной связи. И вот с таким человеком вот так обращаются. Это же страшно просто подумать. Да, вот все-таки возвращаясь к работе Гриндекса, не могу вам не задать вопрос, который, наверное, всем сейчас задают и предпринимателям, наверное, в первую очередь, о счетах за электричество. Вы тоже это почувствовали, как Гриндекс? Все-таки у вас энергоемкое производство? Ну, а как же? Я ищу, может быть, какую-то компанию, которая, значит, заключить договор. Вот у меня был одно время договор с Эстонией, недешевле продавали электричество. Но я вам скажу, что еще раз хочу повторить, что Латвия должна была, наоборот, еще самое дешевое электричество давать, потому что мы, у нас протекает река Даугова. Нам построить подстанцию, это полгода, простую подстанцию. И у нас в советское время, когда было такое изобилие промышленности, огромное, 1В, что стоило, 20 тысяч человек работающих, такая потребность электричества была, никаких проблем не было, ни разу не стоял вопрос об электричестве. Я уже не говорю о цене. А сейчас что творится? Вот Латгазы. Давайте будем откровенны. Что такое Латгазы? Да это российские акционеры и которые главное это деньги для них. А если бы это был договор прямой с правительством Латвии и России Газпрому и была собственность, мы могли бы контролировать каждый шаг и каждый год торговаться по цене. А так они показывают за позапрошлый год 34 чисто миллиона. Вы представляете? За счет чего? Что они тут изготавливают? Что они изготавливают этот газ? Что они тут копают? Ямы? Они по трубам идет газ из России в Латвию и они зарабатывают 34, они считались почти 40 миллионов чистой прибыли. Вы можете представить о чем речь идет? Да. Вот и по существу получается, что вы тоже должны сейчас калькулировать, как все оплатить, чтобы сохранить конкурентоспособность производства, что продукция была... Ну как же. Что касается экспорта, пандемия как-то повлияло, вот если мы смотрим на показатели гриндекса? Да, вы знаете, мы настолько серьезно работаем, что ни одно предприятие в Латвии, я даю гарантию, не торгует 103 странами мира. Мы торгуем 103 странами мира. можете представить? 103 страны, да. 103 страны, да. Покажите мне еще хоть одно такое заведение, которое торгует с тремя странами. Поэтому у нас... Экспорт развивается, потому что мы очень серьезно работаем, вот мы сейчас, прибыль у нас есть, но прибыль мы направляем развитием производства, увеличением новых лекарств. Мы, правда, имеем институты органического синтеза, но они нам ничего не дают. Вот 30 лет мы не получили ни одного нового препарата с института, и они работают только на иностранцев, лаборатории. Мы сами должны постоянно внедрять новые лекарства, ну, дженерики, я имею в виду. Дженерики, конечно, да. Это, кстати говоря, хорошо, что вы это упомянули, потому что есть такой стереотип, что Гриндекс занимается только производством билдераната и больше ничем. Это, наверное, неправильно. В доступности у нас огромное количество лекарств, 60 где-то. Что касается восточного рынка, насколько еще он для нас доступен? Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан? Вы знаете, мы долгое время до моего прихода и до моего участия федерации хоккейной, когда я был президентом, я полдня был в федерации, полдня в Гриндексе. Это же очень сложно было. Но теперь я полностью отдался Гриндексу и мы стремительно идем вперед. Очень стремительно. я уже цифру назвал, у нас больше 230 миллионов оборота и уже около 40 миллионов прибыли. Для этого надо работать очень усиленно. И мы главное занимаемся новыми дженериками, то, что мы можем сделать. Мы дали задание очень серьезно, ежегодно, чтобы не меньше 10 новых препаратов. Потому что очень важный портфель. Если портфель хороший, то есть гарантия хорошей работы предприятия. Мы к этому идем. Наши лекарства востребованы и в России, и в СНГ. И это мое было строгое решение двигаться дальше. Раньше мы не только торговали с Россией и СНГ, больше ни с кем. И у меня было строгое указание двигаться дальше в Европу, потому что Европа гораздо больше, чем в России. В Европе 550 миллионов жителей живут, в России сейчас 240 примерно, если я не ошибаюсь. И не только с Европы, но и с южными странами, арабскими странами, и с Японией. Мы сейчас торгуем очень активно с Японией, с Америкой, Новой Зеландии. Вы представляете, какие страны мы сейчас взяли под себя. И наши лекарства пользуются большим спросом. Поэтому я очень уверен, что мы и дальше будем развиваться. Очень здорово работает Калсекс на наше предприятие. Они в основном работают с клиниками не безрецептные, а рецептурные. В том числе ампулы, я так понимаю. И ампулы в том числе, да? Да. И таблетки, ампулы, да. Что касается Японии, для нас это действительно очень экзотический рынок. Там какие-то другие лекарства вы посылаете? Или в принципе те же самые, что и во всем мире? Нет, ну конечно, они в основном востребованы очень сильно мелдронатом, значит, активными веществами мелдронатом. Не с ними таблетками, а активными веществами. Активными веществами, да. И очень хорошо мы торгуем с ними уже долгие годы. Они очень довольны. Вот интересно, вы в самом начале, правда, в контексте хоккея упомянули Словакию. На самом деле совсем не чужая для вас страна. Я так понимаю, что одно из производств у вас расположено в Словакии. Совершенно верно. Ко мне и там в этом городе, где у нас завод, там тоже республиканская команда, так называемая, как у вас. Там даже играли наши некоторые игроки. Но мы долго время старались им помочь, но сейчас немножко отошли, потому что ситуация такая не совсем простая. Но там команда есть в этом городе. производство у вас довольно эффективное, да, в Словакии? Очень. Я когда пришел в зал в Словакию, то оборот был очень низкий. Они все время работали в убыток себе. А сейчас работают прекрасно, делают порядка 40 миллионов оборотов до такого маленького предприятия. И денежное выражение где-то в порядке около 38-40 тоже миллионов. Это, я думаю, что и мэрия города довольна, ведь рабочие места для небольшого. Я вам скажу по секрету, мэр города обращается к руководству завода с просьбой срочно его информировать, когда приезжает Литман. Он хочет с ним встретиться. Вот мы когда встречаем с ним, мы идем там пообедать. Он в восторге, он говорит, у нас такого не было хозяина и так завод никогда не работал. Когда до меня там было всего лишь 60 человек, сейчас там работает больше 400. в маленьком городке. Люди обеспечены зарплатой. Они знают, что со мной делать. Когда я приезжаю, они просто устраивают. Мне даже неудобно, я им все время говорю об этом, что они чуть ли не там, знаете, на руках меня носят. А в Эстонии? В Эстонии у нас тоже? Да. В Эстонии мы делаем значит, мази. В Эстонии тоже очень хороший коллектив. Мы сейчас вложили деньги очень огромные на расширение производства также. И там будет расширена номенклатура мази. Вот то, что многие думают, что вот прибыль у нас там где-то 40 миллионов. Это вся прибыль идет на развитие предприятия. У нас одна из самых высоких средних зарплат рабочих. Мы стараемся, чтобы рабочие зарабатывали нормально, чтобы не думали о куске хлеба на завтрашний день. Мы стараемся расширить производство. Мы видим, что востребованность лекарств очень огромная, большая. И мы вот сейчас уже у нас есть территория, которую мы уже подготовили под строительство завода. И сейчас только делают проект. Проект обещают в этом году закончить. И мы будем расширять производство наше. Да, вот еще хотел спросить такой, может быть, концептуальный вопрос. Вы его уже затронули. Вчера правящая коалиция заявила, что нам нужно идти зеленым курсом и нужно отказываться от газа. Это вообще правильно или возможно быстро отказаться от газа и прийти на какие-то другие виды электроэнергии? Не знаю, там, солнечные батареи? Это целая история, она еще до сих пор не изучена, но если правильно правительство работало бы, зачем нам отказываться от газа? Надо было поставить вопрос газовый, правильный, как я уже об этом говорил недавно, что они же получают только по трубам течет газ и все, они же ничего с ним не делают, но получать такие огромные деньги, это вредительство, это надо нас передать в руки правительства и чтобы правительство вела переговоры и с Газпромом, и с правительством и определили ценовую политику, вот тогда это будет без проблем газ будет идти в Латвию, да, зачем выдумывать то, что не надо? Да, вот еще такой вопрос, может быть, в завершении, что касается Гриндекса, всегда спрашивают, когда наступает Новый год, естественно, о планах, что вы дальше планируете, может быть, расширять производство, открывать новое производство, да, еще что-то, вот что вы планируете? Так я же вам сказал, что у нас подготовленная территория, у нас сейчас идет разработка, значит, проекта, и в этом году будет проект уже изготовлен, и мы тут же приступим к строительству, и тем более мы сделали так, чтобы не ждать, когда полностью будет закончен завод, а мы поэтапно делаем, что нам в первую очередь надо, допустим, ампульное производство, значит, мы делаем ампульный участок, чтобы его сдать в первую очередь, потом мы идем таблетки, потом идем флаконы, и так далее, и, конечно, результат общий, окончание всей средствы, мы планируем где-то в районе 26-го года, то есть такое поэтапное строительство и расширение, да, чтобы не ждать столько лет, пока закончат строительство в целом, и я так понимаю, что и расширение вот этого портфеля увеличения, да, вот то, что вы сказали, что всех основное для фармацетики это портфели, это лекарства, вот, допустим, ТЭВа, они очень правильные, я с них взял пример очень хороший, они смотрят те продукты, которым кончается срок, значит, ну, фактически авторских прав на оригинальные, да? Да, совершенно верно, и они уже заранее, заранее, за год, два, три, уже начинают разрабатывать этот препарат, чтобы закончаются патентные срок, что они первые на рынке со своим дженериком, это очень мощное такое, знаете, получение результатов прекрасных, этим мы сейчас занимаемся, у нас сейчас в разработке где-то готовых препаратов для калсерса, которые для клиники делают, где-то, в общем, более сорока препаратов, более сорока, а в целом это шестьдесят четыре, вот когда началась пандемия, помните, даже премьер-министр собирал представителей фармацевтической отрасли и обсуждал возможность в будущем налаживания производства своих вакцин, это вообще реально, или это такие вложения, что это совершенно невозможно для Латвии? Вы знаете, все вот те вакцины, которые сегодня существуют, они все разработаны в нарушении действительности медицинских препаратов. Для того, чтобы внедрить медицинский препарат, требуется очень огромный срок, я уже говорю о деньгах миллионных, а срок это может быть минимум шесть, семь, восемь лет, а тут за один год они уже все лекарства разработали, уже там поэтому это не такое простое дело, не такое простое дело. И что меня страшно волнует, может быть мы и могли бы что-то сделать, но у нас институт органического синтеза работает не по назначению, а под свое там под свой интерес. Это делают лабораторные испытания иностранных значит компаний. Ну кто платит видимо. В мое время когда-то в Беларуси там правда не институт называется, а там значит академия органического синтеза препаратов. Они очень здорово работают, у них каждый год новые препараты, патентные препараты, вы представляете какие там государство деньги выделяет этому институту. Огромные деньги. У нас же этого нету. У нас же этого нету. То, что мы неспособны, это одно, но везде нужно финансирование, вы понимаете. Оно, конечно, быстро купается, мы платим сумасшедшие налоги государству, но они мало обращают внимание. Вот я могу сказать одно, вот последние два министра, Винкелы и Павлиев ни разу не были на производстве, ни разу. Какое они имеют право говорить, что вот дорогое лекарство. Они хоть вдумались, хоть интересовались, откуда берутся цены на лекарства. Простой вариант, который я все время делаю, зайди в аптеку, посмотри препарат Гриндекса, который изготавливает, за сколько продает аптека этот препарат, и за сколько продает Гриндекс этими базами. И вы посмотрите, какая разница. День и ночь. То есть они хотят заработать. Но мы же не можем продавать меньше себестоимости, нам же надо обеспечить зарплату, налоги, производство. Ясно. Ну что ж, пожелаем успеха Гриндексу. Я так понимаю, что вы дальше собираетесь бороться за свои права в европейских судебных инстанциях. Я вам благодарен очень, но я шокирован, что вот такое отношение. Как может быть такое отношение к личности, которая поднимает производство, которая обеспечивает рабочим местам, людям, зарплату гарантирует. Многие же предприятия оставляют рабочих без зарплаты, базируясь на том, что вот период такой тяжелый и прочее. Мы это все проходили и проходим. У нас работают люди, мы контролируем, у нас жесткий контроль. И мы, люди у нас без зарплаты еще ни разу не оставляли. Мы ежедневно, ежегодно прибавляем зарплату рабочим. Они довольны, они счастливы. Мы контролируем эту ситуацию. Почему такое отношение к предприятию? У нас даже, вы знаете, что самое страшное? Людям даже не поздравили ни 18 ноября, День независимости Латвии, ни к Новому году, ни президент, ни премьер, никто не поздравил. Я уже не говорю о себе. Раньше хоть меня поздравляли тоже. Ладно, я уже о себе не говорю, пусть меня не поздравляют, но коллектив-то нужно поздравить, который так безусловно прекрасно работает, который у нас действительно создался прекраснейший коллектив, потому что они понимают, для чего я там существую. Я им стараюсь дать возможность нормально жить. Никто не поздравил. Потом еще скажу вам, я почему так эмоционально говорю, потому что мои предки здесь живут с 17 года. Мои предки. 17 века, видимо, вы имеете в виду. 17 века, извините, пожалуйста, 17 века. Моя мама всегда говорила, Киров, ты должен жить в Латвии до последнего момента, до конца жизни, и сделать для Латвии, чтобы тебя вспоминали. Ты должен делать добро для этой страны. Эта страна наша. А теперь я спрашиваю, а как может быть говорить, допустим, тот же премьер-министр, что эта страна наша? Какого у него в душе есть, я не знаю, ну... Да, понятно ваши эмоции. У него двойное гражданство, причем американское, я знаю. У меня в Америке, вот, две минутки, у меня в Америке мой родной дядя уехал, это мамин брат, уехал в 39-м году перед войной. там он женился, там родились дети. Прекрасные выучил, прекрасные дети. Один журналист, который очень долгое время работал в Белом доме, он мне начал рассказывать, с кем он только не встречался, и с громыдкой, и со всеми там делами. Родная моя двоюродная сестра долгие годы отработала в Чикаге Олдерменом, это как мэр района. Она меня пригласила, я когда был в Чикаго у нее, она меня пригласила в Думу. Они были все шокированы, что у нее есть такой родственник, они такое мнение, что вам не передать. Я когда она там есть в Чикаго это хоккейная команда, в Чикаго была, она меня туда отвезла, когда они узнали, что это моя двоюродная сестра, они не знали, что со мной делать. Они мне одарили костюмами, чем только нет, они настолько благодарны, они говорят, у вас такая двоюродная сестра, она нам так помогает, что у нас нет слов. И я в 90-м году, когда тут началась вся эта переворушка, они и писали мне, и звонили, и требовали, что я все бросил, они очень богатые люди, чтобы я все бросил и с семьей приехал в Америку. Я на это не пошел. И вот такое отношение ко мне, это дикость какая-то, понимаете? Ясно. Кел Флип, он у нас был в прямом эфире посредством Зума. Большое спасибо. Редактор субтитров